Всем шалом! Пришло такое побуждение записать небольшое видео, посвященное воинам, Божьим воинам, призванным в это. И знаете, есть несколько моментов, которые Бог дал побуждение осветить в этом небольшом видео, которые, я верю, должны ободрить тех, кто понимает, что он воин, призван к этому и исполняет это служение перед Богом. Знаете, я заметил, что на воина, на духовного воина, невозможно выучиться, невозможно прочитать книгу и стать им, невозможно закончить какие-то курсы, какую-то библейскую школу и стать Божьим воином. Я пришел к тому, на своем опыте и на опыте других людей, которых я знаю, призванных в это, что это то, что Бог лично открывает человеку. Просто из-за того, что кто-то поволится за тебя, ты не станешь воином Божьим. Я бы сказал, что духовный воин – это возраст, это зрелость человека. То есть человек дорастает до этого. Не в обиду никому, кто этого не понимает. Я верю, что воины – это не какая-то особенная элита в теле Христа, потому что апостол Павел говорит в послании к ефесянам, что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, властей и так далее. И он обращается ко всей церкви, не к каким-то избранным людям, которые призваны быть воином, а кто-то к этому не призван. Я считаю, что рано или поздно человек, духовный человек, верующий человек, если он растет, он приходит к этому. И он дорастает до этого уровня и осознает, что он воин, что мы на войне, что мы находимся в царстве, которое ведет войну. И, знаете, я заметил, что каким-то образом, знаете, кого-то Бог в это призывает раньше остальных, не знаю почему. Я никогда этого не искал, и не было у меня какого-то такого желания познавать глубины духовной войны или быть воином. В этом нет ничего такого, знаете, славного перед людьми, чем бы можно было хвастаться. Те, кто воин, они понимают, что это непростая ноша, непростое призвание. И я об этом скажу чуть-чуть позже. Так вот, все просто. Есть те, кому это открыто, кто уже это понял. Есть те, которые этого еще не понял, но рано или поздно мы увидим армию, где каждый Божий, рожденный свыше человек, будет воином. И что я вижу в жизни воинов? Я вижу очень похожие вещи у всех, кто к этому призван. И когда я общаюсь с другими воинами, то мы прекрасно друг друга понимаем, нам не надо доказывать что-то, объяснять свою позицию, то почему ты это делаешь и зачем. Я вижу, что Божьим воинам открывается Бог, которого имя Саваоф. И это имя, которое используется массу раз в Писании, много раз. Бог сам себя называет воином неоднократно. И Божьи воины это понимают. Второе, что я заметил, что невозможно кому-то доказать или объяснить свою позицию воина, если человеку это не открыто или он не дорос. Это не с целью унизить кого-то, не с целью возвыситься над этим. Нет, но я считаю, что воин это возраст, это духовный возраст христианина. Иоанн пишет, что я написал вам дети, потому что прощены вам грехи ради имени его. И я написал вам юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукаво. А между детьми и юношами есть зазор возраста. И я считаю, что когда человек растет, он приходит к тому, что он воин. Он не только дитё, которое все время радуется и наслаждается присутствием Божьим, но он еще и воин, который призван иногда встречаться с врагом. Потому что тот же апостол Павел, он сказал, что наше оружие воинствования не полоское, насильное Богом на разрушение твердынь. А другой апостол говорит, что покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, противостаньте дьяволу. И воины это понимают. Поэтому я хочу ободрить вас, ребята, если вы осознаете себя воином, если вам это открыл Бог, вы были призваны в это. Это не игра, это не какое-то увлечение сиюминутное, и уже на протяжении лет вы имеете это свидетельство. Не пытайтесь кому-то это доказывать. Я понял, невозможно объяснить или доказать свою позицию. Просто делайте свое дело, и все. Исполняйте свое служение, вот то, к чему Бог вас призвал. Если Бог ведет вас в духовную брань, с территориальными духами, с какими-то твердынями, просто делайте это. Не афишируй это так, не пытаясь донести это до всех, потому что вы не будете поняты. Очень часто я видел, как божьи воины, они раненые, потому что тело не понимает их. Они думают, что они прикалываются, дурачатся, что это ерунда какая-то, что это, знаете, бесогонство бессмысленное, что они просто сотрясают воздух. Ребята, просто не обращайте внимания и делайте то, к чему Бог вас призвал. Это наша ответственность перед Богом, и верно исполнять наше служение. Если Бог припоясал нас силою для войны, если Он открывает нам эти вещи в духовном мире, то зачем нам искать свидетельства со стороны людей, которые этого не понимают, чтобы они сказали, да, ты молодец, правильно делаешь, мы тебя поддерживаем, хоть и не участвуем. Нет, в основном, знаете, мы сегодня имеем дело с пасторским форматом церкви, но пастора, они не призваны поднимать воинов. Вот в чем штука-то вся. Пастора – это душепопечители, это воспитатели в детском саду. Их функция нянчить, заботиться, кормить, менять подгузники, вытирать сопли, лечить, да. Но апостолы и пророки, они поднимают войтов. И из-за того, что сегодня крайне мало этого дара, по-настоящему, в теле, очень мало воинов, очень мало зрелости сегодня в церкви. Но те, кто это имеют, дарожите, ни в коем случае не отбрасывайте это, потому что вас не поняли или вам не поаплодировали за какие-то там духовные подвиги. Мы это делаем перед Богом. И большинство плодов войны мы увидим, конечно же, в вечности. Но какие я вижу признаки того, что человек воин? Просто проверьте себя. Они очень похожи у всех. Когда вы общаетесь с другими людьми, которые призваны в духовную войну, вы видите, что у вас одни откровения, у вас практически одни и те же методы, как Дух Святой ведет, потому что мы в одном теле, у нас один главнокомандующий. Соответственно, приказы он дает нам те же самые. И это очень ободряет и поддерживает, когда ты слышишь чьи-то свидетельства, что Бог тоже их так же ведет и двигает там, в их регионах. Второе. Вам открывается духовная война в Писании. Вы просто читаете Библию, и вы это видите. И без всяких объяснений. Просто Дух Святой показывает вам, вы являете Господа воин, с Бога армии. Господь, Которое имя крепкий и сильный в брани, Господь Саваоф. И главное, вы имеете внутреннее свидетельство этого призвания, что вы воин. Вы чувствуете ответственность, вы чувствуете вес духовных доспехов. Вы чувствуете, ну, в какой-то мере это бремя, которое Бог дал вам держать. Это знамя, знаете, когда ты его держишь, со временем ты начинаешь ощущать его вес. Что же нам делать, воины? Первое, как я сказал, продолжать делать то, к чему Бог вас призвал. Даже если вы одиночка, даже если у вас 2-3 всего человека, единомышленников в вашем регионе. Ребята, продолжайте. Молитесь, поститесь, пророчествуйте, совершайте эти пророческие вылазки, пророческие молитвы. Как Бог вас поведет. Не советуйтесь плотью и кровью. Когда-то Бог показал мне видение, я в нем увидел воины, и это видение я назвал «Они идут». И когда Бог показал воинов, Он сказал, что многие из них в одиночку удерживали позиции истины. И вы знаете, возможно, только в вечности мы узнаем, сколько сатана не смог сделать благодаря этим одиноким Божьим воинам, которые верно исполняли Божье призвание. И как знаете, сильные Давида, все побежали, он один встал и сохранил жатву, сохранил поле, прогнав целую армию врагов. Да, воинов мало, но они есть. Я благословляю вас именем Йот, Хей, Вав, Хей. Чтобы вы были крепкие, сильные, и чтобы не малодушствовали. Чтобы великодушствовали. И последнее. Знаете, я заметил, что в жизни воинов полно войны. И как неудивительно это, да? Если ты воин, соответственно, в твоей жизни будет много войны. Больше, чем у других. И может быть, вы смотрите на других верующих и говорите, смотри, они все время радуются, веселятся. У них все хорошо, у них все как на мази. А меня бомбит, колбасит, плющит. Мне это эти давления, эти какие-то атаки постоянные. Так что вы хотели? Вы воин, вы на передовой. А на передовой стреляют, на передовой взрывают, на передовой давят. И, соответственно, это нормально. И если воины не будут держать эту линию фронта, то враг начнет губить, лить реки крови, устраивать воины, убивать детей. Сколько вообще, знаете, детей не было убито в чреве матери благодаря Божьим войнам. Мы это увидим в вечности. Мы увидим этих людей, которые родились и выросли, потому что Божьи воины стояли на страже. Этот дух Молоха не смог похитить души этих детей. Поэтому, если вас плющит, колбасит, это нормально, это война. Что же делать? Терпеть и продолжать. Знаете, я общаюсь с войнами. Это не позорно, это не стыдно, что иногда ты получаешь ранения. Да, иногда ты можешь быть в таком состоянии, что, ну, кажется, что с ума сойдешь просто от давления. Кажется, что все просто хочется бросить, забыть. Иногда кажется, что ты один вообще остался, даже Бог тебя оставил. Это войны проходят это. И я вас ободряю. Просто держитесь за слово. Держитесь за слово Божье в эти моменты. Просто вспоминайте то, что Бог вам говорил. Знаете, когда-то, ну, это давно уже, может быть, лет 12 назад, я ходил по улицам Ялты, я молился. И присел на скамеечку, и, знаете, рядом присел Господь, и Он просто сказал мне вещи в мою судьбу, в мою жизнь, которые держат меня до сих пор в самые тяжелые жизненные обстоятельства. Просто я вспоминаю то, что Бог сказал обо мне, кто я. Кто я, кем Он меня создал, кем я являюсь в Нем. И это меня поднимает. Это как якорь не дает бури просто снести тебя. Поэтому, дорогие воины, я благословляю вас. Я верю, что мы увидим армию. Я верю, что мы увидим Хаил, это Божье воинство. Поэтому будем стоять, будем верить, будем сражаться, будем терпеть. И если, знаете, мы получаем шрамы, в этом видении о воинах, я увидел, что все их доспехи, их латы, их щиты, они в царапинах, в таких, знаете, побитые. И Бог сказал, это бесы, которые атаковали их. Но тело в шрамах от братьев. Именно братья и сестры, поверь, они наносили эти болезненные удары в спину, в тело, то есть там, где не было защиты. Но что нам делать? Нам нужно любить, нам нужно терпеть. И хотя сегодня церковь в большинстве своем, они смеются над воинами, они считают нас, ну, знаете, что мы занимаемся не тем, что надо там идти евангелизировать или идти еще куда-то. Да, это все одно другого не отменяет. Но если Бог тебя призвал, помимо всего прочего, на передовую, и ты понимаешь, что есть тьма и есть свет, и есть поколение, и сегодня решается, это поколение будет добычей ада и лежат в небо. Давайте стоять. Я благословляю вас, и я молюсь, чтобы Бог воинств и Бог сил, Он укрепил вас в каждой вашей битве. И как написано, ты научаешь мои руки брани, чтобы Он учил вас этой войне, чтобы вы никогда не падали духом, никогда ваши руки не опустили знамя, которое Он дал вам держать. Даже если все побежали, даже если все вокруг отступили и упали, держите это знамя до тех пор, пока у вас есть силы. Во имя Ишуа Хамашиаха. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...